Восточная шкатулка Ким Чен Ын уехал из Комсомольска на море, где осматривал российские авиационные заводы, посмотрел также демонстрационный полет истребителя Су-35 во время визита на завод имени Юрия Гагарина, но не успел покинуть российскую территорию, уже попал в список украинского сайта Миротворец. О реакции Запада на приезд Ким Чен Ын в Россию мы еще поговорим подробнее, но по итогу саммита глав двух государств Ким Чен Ын отметил готовность работать с Владимиром Путиным над столетним планом. Это сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Будет работа над построением стабильных отношений между странами. Владимир Путин также с благодарностью принял приглашение приехать в Пхеньян. Но вот, тем не менее, Запад действительно не может спокойно принять развивающееся сотрудничество, и пресса в своих обзорах утверждает, что это исключительно такой союз прагматический, ничего личного, только бизнес. Отрицают они всяческую возможность каких бы то ни было дружеских отношений между государствами. Но это при том, что Владимир Путин еще в начале переговоров напомнил, кто помогал Пхеньяну в войне, и что именно Советский Союз первым признал КНДР. Ну и, кстати, вагон бронепоезда – это тоже дружеский подарок. Ну, во-первых, конечно. А потом, мне кажется, что рассматривать встречу Путина и Ким Чен Ина как некую чисто прагматическую встречу, в смысле, вот сегодня они друг другу понадобились и встретились, это колоссальное упрощение того, что происходит и в Корее, и в России, и вообще в Восточной Азии. Да, действительно, мы не скрываем, что сейчас по понятным причинам позиции России и Северной Кореи сблизились. В смысле позиции по взгляду на международную ситуацию. А вопрос действительно, ну, как всегда, все обсуждают, о чем они договорились. Во-первых, я напомню, что Северная Корея – это одна из пяти стран, которые однозначно поддержали при всех голосованиях в ООН Россию, российскую политику. И когда Ким Чен Ина говорил о поддержке России, что он готов поддержать все шаги Российской Федерации, это, в общем, продолжение того, как Северная Корея вела себя в ООН. И, обращу внимание, это в положительную сторону отличается даже от позиции столь важного для нас союзника, как Китая, который обычно воздерживается. И хотя, конечно, по торговле, по формам взаимодействия российская позиция по отношению к Китаю и к Северной Корее неспоставима, тем не менее, Северная Корея – это однозначно именно союзник России. Это первое, что нужно понимать. И вот главный вопрос – зачем и кто кому нужен? Я посмотрел, как реагируют на это наши американские коллеги и различные эксперты. Для них все очень просто. Жизнь такая простая, прагматичная, я бы даже сказал, меркантильно монетизированная. России нужны боеприпасы. Россия должна произвести в этом году 7 миллионов выстрелов. Она сама себя может обеспечить только на 2,5 миллиона выстрелов. Вот тут сейчас подойдет Корея, у которой очень большое количество запасов, которые еще остались от времен дружбы с Советским Союзом, то есть старой. И в Корее много видов артиллерийских платформ, которые абсолютно сопоставимы с российскими. Например, 152-мм система, ракетные установки, там 122 миллиметра, возможно, 107 миллиметровые. Алексей Александрович, вы правы, если посмотреть на западные заявления, действительно складывается впечатление, что кроме военного сотрудничества, двум лидерам совершенно нечего обсуждать. Да, и это сделано специально, я думаю, такой подход. Во-первых, честно говоря, когда обсуждается кто кому что поставит, это вообще не вопрос встречи двух лидеров. И вот это настолько упрощенческий взгляд на вещи, что мне кажется, даже сами по себе эксперты западные, которые об этом пишут, они не понимают, как вообще выстраиваются отношения между лидерами стран, у которых амбиции значительно больше, чем поставить или закупить вооружение. Это первое. Второй момент. Посмотрите, куда водили Ким Чен Ына. Космодром, различные заводы, которые так или иначе связаны с производством спутников. Конечно, Северной Корее крайне нужны различные спутниковые системы, системы раннего упреждения, технологии, которые бы усилили корейский ракетный комплекс. Он не такой сильный, правда, и не такой слабый. Как мы знаем, что Северная Корея регулярно запускает ракеты, но, как говорят уже в том числе и наши эксперты, системы нацеливания, системы наведения, они в Северной Корее не столь совершенны. Ну и, на мой взгляд, даже такая экскурсия, назовем это так, на российские военные заводы, должна показать многим странам, что, а вы чего добиваетесь, что Россия и Северная Корея будут действительно дружить в области вооружений. Кстати говоря, я обращу внимание, что Северная Корея никогда не угрожала России, ну и Советскому Союзу. Все действия Северной Кореи нацелены исключительно только на Запад, ну и на Вашингтон, на США и частично на Японию. С Южной Кореей северные корейцы как бы не потрясали оружием в воздухе, они, конечно, хотят договориться, потому что вот такое прямое столкновение с дружным народом не очень бы хотелось. Поэтому здесь Россия, я напомню, поддержала практически полностью режим санкций, не практически, а полностью режим санкций, который был наложен на Северную Корею. Это и ограничения сначала были только по поставкам предметов люкса, чуть позже расширился список, но и в конце концов, после того, как начали закручиваться в период Трампа гайки против Северной Кореи, точнее сначала Обама, потом Трампа, то тогда был применен огромный комплекс давления против Северной Кореи, который, в общем, практически аналогичен и тому, что сейчас делается против России. И Россия тогда вошла в этот санкционный режим с Северной Кореи, и сейчас, на мой взгляд, это ни в коем случае не заявлялось на переговорах, но это просто моя личная точка зрения. А почему нам надо поддерживать режим санкций против Северной Кореи, в то время как Северная Корея абсолютно полностью поддерживает Россию, и России она не угрожает? Вот в чем изменился наш подход к Северной Корее за последние несколько лет? А в том, что из Северной Кореи делали долгое время государство изгой, и хотя, кстати говоря, Россия очень грамотно, российская дипломатия утверждала, что не надо этого делать, надо, наоборот, работать с Северной Кореей, а не пытаться ее изолировать. Но, тем не менее, Россия почему-то сочла возможным войти в режим санкций Северной Кореи. Это ни к чему хорошему не привело. Да, Северная Корея не получила достаточного количества стратегических материалов, но ведь испытания-то продолжаются. Северокорейская новка работает. Мы видим, что, например, в том числе и ядерный арсенал Северной Кореи усиливается, мы видим, что средства доставки усиливаются. Так, может быть, надо не давить, а договариваться, а заодно и понять, а почему вообще Северная Корея занимает такую странную позицию? Ким Чен Ын не сумасшедший, не фанатик. И вообще, несмотря на много негатива, который выливался на Северную Корею, Северная Корея – страна абсолютно логично управляемая. Да, она может вам показаться несимпатичной с точки зрения, как там все делается. Вы можете смеяться сколько угодно долго над поклонениями всей семьи Кимов, над памятниками, которые там возводятся. Но вообще-то, представьте, страна, которая десятилетиями находится в изоляции, в общем, выживает. Есть масса трудностей, но там, например, развивается сегодня и частное предпринимательство, есть масса частных кафе, ресторанчиков. Это очень далеко от того, что мы привыкли к видеть в понятии частное предпринимательство. Но это отнюдь не страна-монстр, который сейчас кого-то хочет удушить. Она очень жестко защищает свою идеологию, поэтому, конечно, вам не позволить ни в коем случае смеяться, издеваться ни над идеями Чучхе, ни над историей Северной Кореи. Не нравится, не приезжайте туда. Но, опять-таки, еще раз повторяю, это очень важно. Северная Корея не угрожает ни Китаю, ни каким странам Европы. Но исключительно там есть у нее свои претензии к США, и понятно почему. Потому что США поддерживают Южную Корею. Вот у нас, явно у России, была очень сложная ситуация с выстраиванием отношений Северной Кореи. С одной стороны, мы прекрасно понимали, что врагом России она не является. Мы пытались показать, что мы, Россия, часть некого большого сообщества, которое максимальным образом выступает за денуклеаризацию корейского полуострова, чтобы там не располагались никакие ракеты. Что, на мой взгляд, тоже было правильно, потому что вообще режим нераспространения, он важен для поддержания стабильности, как нам казалось. Но, посмотрите, у нас некоторые тут специалисты призывают вообще бабахнуть ядерным оружием по некоторым европейским странам. Некоторые эксперты, которые, кстати говоря, очень долгое время были большими поборниками западных идей и западной демократии, перенесения западной демократии на российскую территорию. Вот те же самые люди теперь очень быстро переоделись и говорят, а давайте мы все-таки ядерное оружие применим. Это, ну, вот есть такой взгляд. Этих людей, сразу скажу, в России не арестовывают, не применяют против них санкции, просто крутят это пальцем виска. Но мы понимаем, что это вот такая фигура переодевания. Это одна сторона. С другой стороны, мы критикуем Северную Корею, которая пытается себя защитить путем развития ядерного потенциала. Поэтому здесь много противоречий. Все вопросы урегулирования северокорейских проблем, все возможности, которые мы испытали, они не сработали. Я напомню, что была и формально существует так называемая шестисторонняя комиссия, в которую входит Россия, Северная Корея, Южная Корея, Япония, США, Китай, которая теоретически должна была сесть за стол переговоров и как-то урегулировать кризис. Он не урегулирован. Трамп неоднократно пытался провести переговоры с северными корейцами. И вы знаете, помните, были две встречи, как минимум, и они провалились. Они не сработали. Потому что Северная Корея не услышала от США гарантий своей безопасности и развития. То есть ее загнали в тупик. И вот эта страна вызывает, на мой взгляд, удивление, восхищение в известной степени и требует понимания того, что там происходит. И я еще напомню, что Северная Корея является соседом России. Она граничит с Россией. Поэтому, когда сейчас Россия перестраивает свои потенциалы друзей и врагов, ну, Северная Корея это абсолютно естественный для нас друг. Зачем нам это нужно? Обычно, вот я опять-таки, американские эксперты, они говорят, если у России краткосрочный интерес к Северной Корее закупить вооружение, я сразу говорю, я не подтверждаю этот момент, я просто цитирую, то у Северной Кореи к России долгосрочный интерес, потому что нужны большие союзники. В известной степени я соглашусь с последней частью тезиса, потому что для Северной Кореи Россия долгосрочный союзник. И в известной степени антитеза и одновременно усиление дружбы с Китаем. Потому что Китай все время претендует на то, что он контролирует Северную Корею. Это не совсем так, но многие товары из Китая идут как раз в Северную Корею, ну, прежде всего, гуманитарная помощь. Но северокорейскому лидеру очень не хочется, чтобы все думали, что Китай каким-то образом его контролирует. Он самостоятельный парень. Он, в общем, сделал так, что впервые, наверное, за всю историю Северной Кореи со страной стали считаться не как сателлитом Советского Союза или Китая, а как самостоятельной страной. Да, он смог добиться только угрозами. Но вот такая циничная политика сейчас вообще в мире складывается. И поэтому для северокорейского лидера крайне интересно взаимодействие в многостороннем формате. Что мы получаем? Я напомню, что нам было бы интересно. Конечно, это прежде всего корейская рабочая сила. Потому что почему-то многие западные эксперты говорят, что а вдруг корейские добровольцы пойдут воевать на фронта с Украиной. Я абсолютно сомневаюсь в этом очень сильно. Потому что здесь речь же идет, нет необходимости в именно дополнительной, тем более, корейской военной силе. А вот, например, если мы внимательно посмотрим на то, как развивается российский Дальний Восток, мы хорошо поймем одну простую вещь. Это было, кстати говоря, видно на сейчас Восточном экономическом форуме. Есть много инноваций, технических инноваций, очень интересных. То есть промышленность начинает там развиваться, она задышала. Но при этом не хватает именно черновых рабочих рук. Когда-то на территории Дальнего Востока, вообще на территории России, но прежде всего на Дальнем Востоке, работало около 100 тысяч корейских граждан. Это было все выгодно. Это были, во-первых, граждане, которые очевидным образом не будут эмигрировать в Россию. То есть нет опасности миграционного давления, что они взяли и остались. Они жили в компактных поселениях, довольно жестко контролировались. И после окончания контракта уезжали к себе в Северную Корею. И работали очень много, и на лесозаготовках, работали на целом ряде производств предприятий на Дальнем Востоке. Деньги перечислялись, насколько я могу понять, не им в руки, а в централизованные компании северокорейские, которые уже в свою очередь, наверное, насколько я тоже могу понять, шли в северокорейский бюджет. Всем было очень выгодно. Потом мы присоединяемся к санкциям, и как только заканчиваются контракты у этих северокорейских ребят, мы их высылаем из России. Ну, в общем, оказывается, они понадобились. А вот теперь главный вопрос, на который я очень аккуратно постараюсь ответить. Правда ли, что Россия будет закупать в Северной Корее вооружение, вот те, возможно, старые виды боеприпасов, в смысле старые, с точки зрения, которые сегодня не используются в Северной Корее, и они понадобятся России. И, честно говоря, для меня это огромный вопрос, в том плане, что не вижу пока никаких смыслов закупать это у Северной Кореи, и вообще закупать это. Первый момент заключается в том, что Северная Корея сама постоянно готовится к войне. С Южной Кореей, и это один из важнейших лозунгов, которые сейчас есть в северокорейской доктрине, и Северная Корея сейчас проводит пятилетнюю программу модернизация своего вооружения и вообще военных сил. Поэтому не думаю, что Северной Корее именно это нужно продать России боеприпасы. Да и, мне кажется, в связи с перестройкой российской промышленности, в том числе и на военный лад, здесь вопрос со многими боеприпасами постепенно решается. То есть, по крайней мере, мы не видим действительно серьезного кризиса в этом плане. Второй момент, может ли Северная Корея почему-то уже заговорили о совместных военных технологиях. Все-таки российские технологии значительно лучше, чем северокорейские. Мне кажется, что сам по себе визит значительно более важен с точки зрения того, чтобы показать, что у нас есть, у России есть возможности заметного расширения наших военных контактов, в том числе военных контактов, военно-политических, экономических контактов с новым числом стран. И Северная Корея, которая действительно вызывает ужас для многих своей непредсказуемостью, для нас это, в общем, такой хороший вариант взаимодействия. Также обращает в себя внимание тот факт, что Ким Чен Ын не участвовал в Восточном экономическом форуме. Почему-то многие говорили, что надо дождаться, пока начнется форум, и да, Ким Чен Ын вместе с российским президентом будут сидеть на сцене, рассуждать. Но, на мой взгляд, абсолютно, я не знаю, кто принимал решение, но абсолютно правильно, что его не было в рамках ВЭФа, потому что ВЭФ про экономику, прежде всего ВЭФ про вопросы экономического развития Дальнего Востока, российского Дальнего Востока, прежде всего. Но есть два государства, которые находятся под жесточайшими санкциями Запада, заручились поддержкой друг друга дальше поддерживать и развивать отношения, совместно противостоять там мерам, которые то и дело изобретает Европа и США. А вот есть ли сейчас эти договоренности, мы не знаем, вот они, может быть, сейчас появились, они могли появиться только после долгой личной беседы между Путиным и Ким Чен Ыном. Вот Ким Чен Ын не хочет быть бэкграундом никого, ни Путина, ни Си Дин Пина, это очевидно. То есть, сидеть на сцене и создавать фон. Понятно, что российского президента, послушайте, как он вообще говорил на экономическом форуме, его переиграть с точки зрения высказываний очень сложно, едва ли возможно. Ким Чен Ын не особо мастер разговорного жанра, он все-таки работает в других, более жестких рамках. Поэтому, на мой взгляд, вот не случайно сама по себе эта секция была отнесена на, я буду встреча, была отнесена на отдельную, на отдельные переговоры, потому что там большая программа. Я думаю, что вопрос прежде всего сейчас идет, наверное, об ослаблении санкций со стороны России, то есть о выходе России из целого ряда санкций. Плюс к этому вопрос стоит о том, чтобы расширить экономическое взаимодействие, и здесь есть куда развиваться. Ну, а чуть дальше продолжим после перерыва. Мы продолжаем программу «Восточная шкатулка». На связи со студией автор программы, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. И, Алексей Александрович, жду новостей. Вы прокомментировали ожидания, не оправдавшиеся, ожидания участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме. И, надо сказать, Восточный экономический форум, который на этой неделе прошел во Владивостоке, это уже восьмой форум. Сейчас поговорим подробнее. Уже можно подводить какие-то итоги, говорить об эффективности прошедшего форума. Ну, что мы из этого вынесли? Есть уже данные, есть отчеты. Правительство Приморья заявило, что подписано 41 соглашение в различных сферах, в том числе это и логистика, туризм, образование, строительство. Но хочется поговорить подробнее о том, что это означает на практике. Потому что, вот как заявляют власти Приморья, Китай остается одним из главных партнеров региона. И одной из основных задач была обозначена транспортная доступность и логистика. Ну, во-первых, да, это так. Потому что Приморье и вообще Дальний Восточный регион России, он никуда от Китая не денется. И сейчас самый главный вопрос заключается в пропускной способности. Что у нас произошло? У нас, поскольку многие грузы развернулись с запада на восток, восточный полигон и прохождение грузов через российско-китайскую границу, оно резко интенсифицировалось. Проще говоря, пошло больше грузов. А ведь мощности железной дороги, пропускных пунктов в целом остались теми же самыми. И это большая проблема. У нас вообще парадокс с Китаем, что, с одной стороны, мы торгуем с Китаем себе в прибыль, а не в убыток. То есть, у нас профицит торговли, мы продаем в Китай больше, чем покупаем. Но это за счет нефти и газа, за счет экспорта нефти и газа. И нефть и газ идет в основном, как известно, либо по трубе, как газ, например, в силу Сибири, либо мы танкерами привозим в Китай или также по трубе доставляем нефть. А когда речь идет о всех других товарах, абсолютно всех, лес или поставке из Китая электроники, это, прежде всего, железная дорога. И частично российские порты, но когда вы грузите, например, в Владивостоке или в Находке, или в порту Ванина, вам все равно придется это доставлять по железной дороге. И здесь начинается самое интересное. У нас, насколько я могу понять, критическая, точнее, очень важная, большая нехватка платформ и вагонов, полувагонов, то есть то, на чем переводятся контейнеры. И наши крупнейшие поставщики, которые занимаются и на перевозке грузов, ну это, прежде всего, и РЖД, и трансконтейнер, то есть это такие монстры российского рынка, которые действительно пытаются сейчас перестроить всю ситуацию. И не то, что они бьют тревогу и жалуются. Нет, они действительно над этим работают, потому что грузопоток резко увеличился. А ведь многие поставщики, это же не крупнейшие какие-то компании, это средний и малый бизнес, который торгует, в том числе, и каким-то посидимыми вещами, ширпотребом. Они не могут стоять в очереди месяцами, пока разгрузится их груз, но потому что у них бизнес прогорает. Поэтому здесь, как раз и на форуме, неоднократно я слышал, на самых разных площадках, о том, что надо уметь расшивать вот эти вот моменты, то есть увеличивать пропускную способность. Это нельзя сделать в один момент, то есть, проще говоря, нельзя просто взять и заставить, чтобы поезда шли быстрее и больше грузов перевозили. Нужно и строить новые дороги, параллельные дороги сооружать, складские помещения. Это то, к чему, на мой взгляд, мы не были до конца готовы. Поэтому, с одной стороны, торговля действительно с Китаем расширяется очень быстро, особенно приграничная торговля, с огромной скоростью, например, там масса новых компаний возникла, которые доставляют грузы. С другой стороны, есть такая вот проблема, о которой я сказал. Еще один важный момент, что, на мой взгляд, очень позитивно можно отметить, наступает некая трезвомыслие у многих наших и бизнесменов, и государственных чиновников. А трезвомыслие заключается в том, что не надо надеяться, что Китай закроет все проблемы, которые только возможны. У нас именно в области таких практических торгово-экономических отношений с Китаем, несмотря на расширение торговли, я напомню, что она на 40% у нас расширилась, есть целый ряд проблем, это, например, в том числе и перечисление денег, быстрые доставки платежей и так далее. Есть и целый ряд, например, компонентов, которые Китай не очень хочет в Россию поставлять или поставлять их легальным образом. И говорит, что если вы сами, уважаемые россияне, сможете найти какой-то выход, да, вы можете у нас закупать, мы не запрещаем, но особо поощрять не будем. Поэтому, несмотря на очень большую важность Китая, многие наши российские компании действительно начинают серьезное самостоятельное производство. И это видно по Дальнему Востоку. Вот все эти меры, которые должны были стимулировать развитие Дальнего Востока, они вообще существовали два года назад и три года назад, просто они каждый год интенсифицировались. И вот, в конце концов, сейчас мы видим, что, на мой взгляд, качество рабочей силы на Дальнем Востоке заметно улучшилось. То есть, проще говоря, там действительно присутствует ряд компаний, которые укомплектованы очень неплохими, неглупыми российскими программистами, специалистами по логистике. Это молодые ребята, которые решили связать свою жизнь с выгодным направлением. Вот надо, и вот сейчас я вижу, что сознание там перестраивается не в сторону, ой, как хорошо, давайте мы поедем, как раньше, осваивать целинные земли, вот осваивать Дальний Восток, потому что это красиво и важно. Нет, введены целый ряд экономических стимулов, в том числе и дешевая ипотека. Я напомню, что сейчас она становится еще дешевле. Если раньше самая дешевая ипотека была для, например, учителей, для врачей, сейчас это распространяется и на другие категории граждан. Больше денег можно получить за ипотеку, в смысле, как в качестве первоначального взноса. Заметно облегчили форматы ведения бизнеса с точки зрения налогов. И оказалось, что, да, в общем, не всегда-то Китай нужен. И как-то я там хорошо поговорил с одним из, вот буквально два дня назад, с одним из местных производителей комплексных решений и компьютерных решений, этой системы, там, разграниченного доступа, которые стоят на многих сейчас местных заводах, университетах. И он сказал, вы знаете, у нас была неправильная установка с точки зрения импортозамещения. Мы старались заместить то, что от нас ушло. Вот мы пытались найти аналоги. И вдруг мы поняли о том, что на самом деле это абсолютно неправильный подход. Надо не импортозамещаться, а делать вещи, которые, может быть, идут впереди. Ну, ушла какая-то компания из России, самая простейшая. Так давайте делать, которая принтеры, например, поставляла в Россию, печатные станки. Давайте делать не то же самое, а то, что находится на более передовых рубежах. Чтобы, в конце концов, выводить и нашу продукцию на рынке Восточной Азии. И вот это, на мой взгляд, очень правильный подход. Такое отрезвление. Не идти, не использовать догоняющую модель, а идти впереди. Это многого стоит, потому что вот заработали различные стимулирующие меры. Но, конечно, то, что мне, честно говоря, понравилось на этом форуме, стало значительно меньше общих рассуждений и таких добрых посиделок друзей, которые раз в год встречаются и говорят об одном и том же. Например, мне пришлось ввести несколько секций, посвященных России и Китаю, естественно. Ну, в чем, собственно, я специалистом и являюсь. И я обратил внимание, как изменился состав участников. Раньше приходили, на мой взгляд, самые странные люди поучаствовать, рассказать о себе, отрекламировать себя и пойти дальше. Еще в прошлом году и в позапрошлом году, и, кстати говоря, к сожалению, даже на питерском форуме, я встречал на этих секциях среди выступающих масса людей, которые пытались нам рассказывать о российских и китайских отношениях, вообще ничего в них не понимая. И то, что у китайцев, которые, кстати говоря, все внимательно слушают, вызывало лишь отрыб и недоумение. Сейчас я ни на одной из секций, по крайней мере, те, которые я видел, не встретил людей случайных. Более того, я знаю, было целый ряд даже обид, когда они включали кого-то в списки выступающих. И вот, например, мы видим, как только наши российские люди заговорили о конкретных проблемах, тут же и китайские визави начали говорить о конкретных проблемах. И, например, приехали представители крупнейших китайских государственных компаний, например, компания электросетей китайская или китайские компании-товаропроизводители, крупнейшие покупатели российской агропродукции, которая идет в Китай. И, в общем, оказалось, что действительно, как только профессионал говорит с профессионалом, а не какой-то абстрактный, в кавычках, эксперт говорит с китайским производителем, вот оказалось, что люди научились очень быстро договариваться. Мне запомнилось, на одной из секций выступал китайский блогер. Молодой, симпатичный парень, который очень неплохо говорит на русском, в том числе, и который может... Мы узнали вопрос, а что, на ваш взгляд, на взгляд человека, который немножко смотрит со стороны, мешает действительно развитию российско-китайских отношений? И он честно сказал, здесь я с ним солидарен, что самая главная проблема – это не вопросы логистики, не вопросы платежей, потому что все это в конечном счете профессионалы разрулят. А самое главное – это вопрос понимания культуры, культуры и бизнес-менталитета. То, что сейчас тоже наши коллеги российские начинают понимать на этих форумах, когда общаются не только с китайцами, но, например, там были и монголы, и вьетнамцы, и индийцы. Самое главное – в общем, понять не, что мы хотим от них, это мы сами знаем, а кого они видят в нас. Потому что многие наши предложения в последнее время были просто, ну, какими шапкозакидательскими. И то, что изменилось на последнем форуме, те предложения, которые делали наши министерства, например, Минвостокразвитие, Минпромторг, Минобранауки, они были очень конкретными, очень неплохо проработанными. И, на мой взгляд, это впервые вот такая, в хорошем смысле, приземленность. С одной стороны, на форуме было меньше делегаций иностранных, это правда, там сколько-то было, 40 делегаций в прошлом году было, 60 делегаций. То есть, казалось бы, некое падение. Но, с другой стороны, надо все измерять не какими-то абстрактными цифрами. Кстати говоря, хотя я радуюсь, сколько соглашений заключено на этом форуме, я к этому отношусь очень спокойно, без иллюзий, потому что очень много соглашений, которые заключены и которые называются соглашениями, на самом деле являются протоколами о намерениях. Это неплохо, но это еще не значит, что все будет реализовываться. Но здесь, скорее, надо смотреть, изменились ли подходы. Вот подходы серьезно изменились. Алексей Александрович, вот по поводу подхода хотелось бы уточнить. Вы говорите о необходимости учитывать, ну, соглашаетесь, точнее, с спикером, который говорил это на форуме, озвучивал, о необходимости учитывать и культуру, и менталитет. Вот для сотрудничества с Китаем нужен особенный подход, ну, в частности, и в бизнесе. Это должны быть какие-то отдельные специалисты, которые готовы работать с Китаем, или это должны быть просто достаточно квалифицированные в своей сфере сотрудники, и нет необходимости готовить таких людей, которые будут работать именно с этим направлением. Это отличный вопрос, кстати говоря, он обсуждался отдельно, был выяснен на довольно большую секцию последнего дня заседания о том, какие специалисты по Азии нам нужны. Действительно, либо брать те, которые сегодня уже работают в министерствах или в торговле, и их быстро чему-то доучить, либо надо фундаментально готовить. На самом деле, однозначного ответа нет, но зато ясно, кто нам не нужен. Ведь поскольку у нас пошел огромный интерес к взаимодействию с Китаем, вообще со странами Азии, тут же на этом поле появились свои и страны личности, и какие-то фрики, и какие-то инфо-цыгане, которые начинают предлагать свои услуги, и, честно говоря, просто смущают людей. Вот надо, прежде всего, избавиться от той пены, которая всегда бывает на волне такого интереса. Во-вторых, есть единственный ответ на этот вопрос, что в любом случае в обществе должна присутствовать категория экспертов, которых надо готовить фундаментальным путем, то есть 5-6-7 лет. Это много времени, но по-другому мы не сумеем выработать экспертизу долгосрочного планирования взаимодействия с нашими азиатскими партнерами, потому что мы же должны планировать не на месяц, а на годы вперед. Но при этом надо и сегодня переобучать практически весь персонал администрации областей Дальнего Востока, многих компаний по работе с Китаем. И это не просто как давать визитную карточку, как садиться, или в каком порядке входить в зал переговоров. Это, например, обучать, что означает тот или иной намек или полунамек переговоров с Китаем. Как надо перепроверять партнеров в Китае, потому что много компаний выходит, и многие прикрываются громкими именами. Как нужно, например, уменьшать платежи при работе с Китаем, в смысле оптимизировать расходы. И в конце концов, как вообще проверять информацию, приходящую из Китая или из других стран. Вот это ключевой момент. К сожалению, у нас пока мы находимся сейчас в процессе очень болезненной перестройки. И я и на последнем ВЭФе много раз слышал, о, мы вчера с китайцами прекрасно посидели, поговорили, обо всем договорились. Все, они наши лучшие друзья. И я спрашивал, а вы первый раз с ним встречались, во второй раз? Нет, мы первый раз сейчас с ним встретились. Но они нормальные ребята, мы обо всем договорились. И я не хотел бы, конечно, никого расстраивать, но прекрасно понимаю, что это все закончится тем, что потом эти прекрасные ребята будут выкручивать руки или просто пропадут, как говорится, из эфира. То есть первый контакт, он, это даже не начало пути, это просто знакомство. Потребуется еще очень много специалистов. У нас, на мой взгляд, еще и проблемы с целым рядом специалистов в тех областях, которые крайне нужны. Например, юриспруденция по работе с азиатскими рынками, прежде всего с китайским. Это специалисты по логистике, потому что сегодня их недостаточно. Это специалисты по ведению внешнеэкономической деятельности. Специалисты, которые работают с предугадыванием, предсказанием политических и экономических кризисных ситуаций. То есть такие кризис-менеджеры. И в этом плане, например, не случайно целый ряд университетов по Дальнему Востоку, в том числе и Дальневосточный федеральный университет, на базе которого проходил, они создают абсолютно новые точки роста, переподготовки специалистов по Азии, востоковедов. Причем они создаются как в Москве, например, на базе МГУ, на базе СПБГУ в Питере и на Дальнем Востоке. Потому что главная задача, главная проблема, которую сейчас мы должны преодолеть, развернувшись очень быстро к Азии, мы не успели подготовить или даже не задумывались над тем, что нам надо подготовить достаточное количество специалистов. Поэтому изучение китайского языка нужно и полезно, но это далеко не все. Главное здесь понимать душу и эмоции тех партнеров, с которыми мы имеем дело. Спасибо большое за этот эфир. Спасибо, Алексей Александрович. С нами был директор Института стран Азии и Африки МГУ. Это был специальный выпуск программы «Восточная шкатулка». Восточная шкатулка Взгляд настоящий через призму событий прошлого. Армен Гаспарян и Марат Сафаров на боевом посту. Марат, рад тебя приветствовать. Привет, Арман. Ну, судя по тому вообще, что происходит в мировой политике, ощущение, что все пытаются сделать некий сколок с ушедшей навсегда, казалось бы, еще недавно эпохи Третьего Рейха. Ну, начать хочу с сегодняшней публикации «Волл-стрит-джорнал», которые заговорили о том, что погода помешает удачному наступлению Украины. И на этом месте остается только вздыхать, потому что, ну, казалось бы, да, со времен Наполеона вот этот вот фактор погоды, он бесконечно описывался на Западе. Совершенно сумасшедшее количество книг посвящено тому, что вот именно русский генерал Мороз все время мешал европейской демократии, европейскому бремени человека. И это даже ведь не столь важно, что сами французские, например, генералы Наполеона говорили о том, что погода-то вообще не оказала никакого воздействия, потому что по-настоящему холодно-то было три, максимум пять дней. Собственно, наш прославленный партизан эпохи Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов даже в свое время целую статью написал о влиянии вот этого климата на разгром Наполеона. Там же были просто допущены стратегические ошибки, но признать-то их тяжело, поэтому вот виновата погода. 41-й год, 42-й год – это просто апогей истории про погоду. Кто только по этому поводу не говорил. Ну, фюрер, понятно, ну, например, вот генерал-полковник Гейнс Гудериан, который считался, значит, одним из самых таких выдающихся немецких стратегов, он тоже писал много по поводу того, что вот проклятый климат ему помешал, потому что солдаты мерзли, танки не заводились и так далее, и так далее. Но, как и в случае с нашествием Наполеона, это же тоже не совсем правда, ведь погода действует на всех участников событий, а не только на тех, у кого германский орел на правой стороне мундира. Но об этом почему-то пишут и говорят очень мало. Ну, ладно, это были европейцы. Действительно, наш климат, ну, он для подлинных европейцев суров, тяжелый и неприятен. Но вот в данном-то конкретном случае речь же идет про Украину, которая на протяжении столетий была в составе Российской империи или же Советского Союза. Эти люди прекрасно понимают о том, какой климат на их территории. И тем не менее, даже они постоянно жалуются на то, что погода не такая. Причем, вот в отличие от немцев, которым не нравилась исключительно холодная русская зима, нынешние хуторяне жалуются абсолютно на все. Ну, хотя и справедливости ради надо сказать, что военнослужащие бригады СС Волония жаловались на удушающий зной. Но это, опять же, это же не погода виновата, а, собственно, дурь. Потому что по степи пройти 800 километров, ну, естественно, что ты получишь солнечный удар. И половина подразделения будет потом непригодна. Ни к чему их надо будет лечить. До сих пор же, когда все ссылаются вот на этот тяжелый опыт Дегреля, все вот стонут по поводу того, что проклятое, значит, солнце русское, Кавказ, степь. А кто виноват-то в этом? Ну, наверное, этот вопрос надо интендантам задавать, да, которые не дали транспорт. Ну, или еще хотя бы кому-то из немецкой армии. Но виноват опять Клинов. Но это такое, скорее, наверное, исключение справа, потому что в основном весь стон был по поводу мороза, снега. И еще когда все это там дополняется ветром, вообще прямо идеальные условия для всегерманской скорби. Но нынешние хуторяне, ты посмотри, они жалуются вообще на любую погоду. Значит, осенью у них идут дожди, зимой у них мороз и снег. Весной у них распутится, а летом у них слишком жарко. Вот мне просто интересно, но вот их предки, ну, все в той или иной степени участвовали в событиях гражданской войны. Или же, например, Великой Отечественной. Ну, Великой Отечественной, ладно, там они во многом, если воевали на стороне немцев, они повторяли эту бредятину. Но вот если взять гражданскую войну, я, конечно, прочитал, ну, далеко даже не все мемуары, которые хотел, но полагаю, что процентов, наверное, 44-45 из того, что было написано по этому поводу, я-то все-таки за свою жизнь прочитал. Я ни у кого там не видел жалоб на погоду. В принципе. Вот уже неважно, на какой стране воевали жители Мауа-Росси или Ново-Росси. Они воспринимали... Жалобы были только на, Армен, извини, перебил, на эпидемиологические всякие ситуации. Ну, на ТИФ, прежде всего. Ну, это же не имеет отношения к погоду. Да, но это не имеет отношения к климату никакого. Да, на ТИФ жаловались еще некоторые жаловались на то, что когда ты сжигаешь мост, потом его очень тяжело построить. Ну, в принципе, это логично. Потому что как-то вот в гражданскую войну такие вот понтонные переправы, они не практиковались. Поэтому тот, кто сжигал мост, он уже рассчитывал на то, что обратно ему уйти не надо будет. И когда вот это происходило, это тоже доставляло немало нервных минут. Но это опять-таки это не погода. А здесь все время, каждый день я читаю о том, что климат не такой. Ну, это странно. В дополнение, значит, вот к этой климатической истории имени Наполеона и Гитлера выступил президент Германии Франц Вальтерштайнмайер, который заявил о том, что посылая оружие на Украину, он помогает христианам. Ну, это богатая мысль. В принципе, в 1941 году, пока еще в армии Гитлера не было мусульман, там, да, там звучала фраза о том, что это вот как раз поход христианской Европы против безбожных, значит, азиатских хорб. По мере того, как в армии Рейха стали появляться уже не католики, не протестанты, а вполне себе исповедующие мусульманство, вот эта тема, она как-то ушла молниеносно. Ну, по крайней мере, я вот уже не помню с момента появления там, условно, дивизии Ханжар разговоров непосредственно именно про христианский долг всей Европы. Ну, а потом еще Остовцы же, да, немало дали, многократно нами с тобой поминаемый авторханах, он же вообще редактировал газету «Газоват», которая носила девиз «Аллах над нами, Гитлер с нами». Это тоже не очень похоже на, там, вот этот вот христианский поход. В дальнейшем, после уже окончания войны, про этот христианский долг уже никто не вспоминал, потому что, ну, носители бляшки «С нами Бог» совершили немалое число военных преступлений. И поскольку Европа в тот момент еще была вот не такая, как сейчас, то было принято просто тактично об этом, обо всем забыть. Ну, как, впрочем, например, там и про роль Ватикана. То есть, по большому счету, единственный, кто, наверное, об этом вспоминал, вот на всем континенте, это был Советский Союз. Потому что у нас же там выходили книги «Преступники в Риасах», например, да, про грек-католиков и про их связи с Ватиканом. А в самой Европе об этом забыли успешно. И, казалось бы, вот сейчас в тех реалиях, в которых существует Европа, да, где, наверное, последнее, о чем все вспоминают, это про церковь, это про какое-то вот там христианское мировоззрение, внезапно, значит, господин Штайнмайер об этом заговорил. А у меня вопрос, а он это вот кому все адресует-то? На Украине, что ли, христиане, так это достаточно спорный момент, потому что костяк формирования составляют, например, язычники. Ну вот самые, что ни на есть, да, это вот там запрещенные в Российской Федерации террористы из Азова, они язычники. Коллеги там с телеканала «Россия-1» еще когда показывали там вот эти лагеря подготовки Азова, там всюду вот эти вот языческие капчи и башки какие-то присутствуют. Плюс к тому, да, есть люди, которые стали относить себя к украинской вот этой вот, никем в России не признаваемой церковке ПЦУ. Ну, они тоже, в общем, далеки от канонического европейского христианства. Греко-католики, наверное, поближе, но именно этот контингент-то, по сути дела, не участвует в событии. Армен, а может быть, что это такой некий кивок в сторону Ватикана со стороны Штайнмайера, поскольку вот позиции Ватикана же ведь не всем нравятся, как у нас Папа Римский-то некоторыми горячими головами уже там и в миротворец его пытались заносить и выносить обратное его имя. Вот эта история, не может быть какая-то связь, что это некий реверанс в сторону римско-католической церкви? Марат, я думаю, что здесь-то как раз это вот оговорки по Фрейду. Вот что есть у тебя там где-то, какие-то знания, вот что-то ты когда-то слышал, вот то ты в дальнейшем и будешь воспроизводить. Потому что вот эти вот все фразы из, в том числе, германской печати про, значит, подлейший путинизм, это же абсолютнейший сколок с терминологией Третьего Рейха. Про подлейший большевизм. Путинские преступники, это есть не что иное, как большевистские преступники. Путинские пропагандисты, это как бы большевистские комиссары. То есть вот то, что у тебя там где-то зафиксировано, ты вот в этот момент же уже можешь абсолютно не стесняться, никакие последствия тебе не грозят, потому что в данный-то момент это является абсолютно таким всеми признанным политическим мейнстримом. Ты обрати внимание, да, что вот немцы, например, те же самые, у которых президент Штайнмайер, они же вообще никак не реагируют, в принципе, на вот эту ежедневную рефлексию ВСУ на символику Третьего Рейха. И посмотри, вот только за вчерашний день, что выпало, значит, танкисты взяли себе символом 502-й батальон тяжелых танков. Это вот где был небезызвестный Кариус, у нас его книги многократно издавались, и они вообще являлись, в общем, такой каноникой жанра, и, наверное, одним из главных таких документов по германской бронетехнике в годы Второй мировой войны. Они себе берут символ Мамонта, который как раз вот у того самого батальона был. Кстати, вот этот танк с Мамонтом, он же тогда вот сделали эту выставку трофейной техники в парке Горького в 1943 году. Вот там же на самом видном месте стоял как раз вот этот танк, если я не ошибаюсь, Тигр, и вот на нем как раз вот этот Мамонт был нарисован. И его же потом в Кубинке еще много лет показывали, он есть там в кинохронике, где угодно еще. И вот, пожалуйста, украинцы берут прям вот ровно вот этого Мамонта. Главное бы они там своего какого-нибудь нарисовали. Но нет, они прямо вот скопировали вот точно тот же самый узнаваемый символ. А это что тогда, Армен? Это недонацификация? То есть вот эти все 80 почти лет искоренения нацизма в самом его непосредственно логове, они что, прошли даром, получается? То есть люди вот этого поколения, уже по сути послевоенного, ведь уже по возрасту, они просто вот... Именно что по Фрейду, у них это выплывает из сознания, лексика эта. Марат, а я думаю, что здесь дело не в деноцификации, которая, по сути дела, закончилась у них в 89-м, ну, в крайнем случае, в 90-м году, а в том, что это все никто там не знает. Потому что ведь как построена была вот эта вот немецкая модель? И это такие позорные страницы прошлого, о которых не надо вспоминать, потому что вся нация оказалась таким синдикатом убийц. Вот их возили, значит, в концлагеря, им показывали. А по сути рядовой немец, он многих вещей знать вообще не знает. Ну, то есть он знает о том, что была Вторая мировая война, знает о том, что был Гитлер. Но какие-то такие вот нюансики, которые обожают вот в России, потому что, ну, у нас же поколение выросло, и на фильме «Семнадцать зновидений весны», и все вот эти брюшечки-рюшечки, которых там очень много, у нас же все крупные специалисты по нашивкам, петлицам, кокардам и так далее. Обычному немцу это все вообще чрезвычайно непонятно. Поэтому, когда там в России показывают хуторских карателей, говорят, смотрите, вот это черное солнце. Это взято из Вевельсбурга, рыцарского замка войск СС. Это вот, значит, на этом рисунке, вот под этим, вернее, солнцем, был вот этот круглый стол, где высшие командиры СС заседали. А вот, значит, «Волчий крюк», который был символом второй дивизии войск СС «Досрайк». Да обычный немец вообще это знать не знает. Это вот мы уже, так сказать, поднаторели, в принципе, во всех этих символах. Это доходит же до смешного, потому что, я вот не помню, рассказывал тебе или нет, вот метро «Белорусское», вот я шел и замер, потому что на полу знак Гитлер-Югенда. И вот я замер, вот я не понимаю, что происходит, а потом я понимаю, что это не знак Гитлер-Югенда, это у меня просто профессиональная деформация. А эта стрелка показывает, куда идти на выход. Ну, у нас же очень много такого. А обычный немец по этому поводу вообще не задумывается. Для него это все какая-то очень-очень давняя история. И для него же вот эта вот Украина, да, нынешняя, это как вот некая такая битва вселенского добра с вселенским злом. И они просто никак не могут понять, почему они опять страдают, как, значит, страдали там условно в 44-45 году от экономических потерь. они-то вот в массе своей-то искренне полагают, что вот все, что в России рассказывают, это все не так. Знаешь, то есть, ну, нет, не может там быть никакого нацизма. А то, что вот там все это в извращенной абсолютно фазе, от которой, наверное, рейх-фюрер РСС в аду плачет, потому что я когда сегодня посмотрел фотографии из Умани, где вот Хасиду Новый год отмечают, а на некоторых из них нашивка вот как раз террористов Азова, она же, собственно, эмблема второй танковой дивизии войск СС Досрайф. Ну, это вообще же нонсенс какой-то, да, с точки зрения там любого нормального человека. Вот если это немцам начать рассказывать, у них будет какая реакция? Ну, они будут абсолютно не понимать вообще, что происходит. В принципе. И это чрезвычайно удобно, потому что выходит президент и говорит, это наш христианский долг. До этого президент США сказал, да, это та жертва, которую нужно принести за демократию. А ведь вот это вот пресловутое германское подчинение порядку, это же, ну, абсолютная данность. Поэтому если немцам сказали, вот они это будут реализовывать, потом, когда все это начнет выплывать, опять будет такая же ситуация, как и в мае 45-го года, когда стали искать, а кто, собственно, поддерживал Гитлера, и никто же не признавался, да, то есть, ну, какая-то часть пошла под суд, ну, там, гуляйтеры всякие, да, там, руководители местных отделов Гехаимшна и полица, а в массе своей выяснилось, что Гитлера никто не поддерживает. В принципе. Но это нонсенс был, но, тем не менее, это же так и есть. И здесь будет ровно та же самая история. То есть, когда вот это все закончится, они скажут, что, да нет, мы были пацифистами, мы выступали против этого, просто нас несколько ввели в заблуждение. Чрезвычайно удобная линия поведения. Она же, кстати, помогла в свое время многим деятелям избежать веселиться. Ну, там, самый яркий пример – это Альберт Шпейер, который, вот если почитать его там показания на Нюрнбергском трибунале, да, ну, такое впечатление, что, ну, какой-то несчастный архитектор, безумица, да, он там хотел дома строить, а его там, значит, загнали в Бонзе-Рейхо, и вот он должен за это отвечать, он получает срок, его отсиживает, выходит, а после этого он пишет воспоминания, прочитав которые, любой человек задаст вопрос, почему его не повесили? То есть, он все, что знал, он рассказал, по сути дела, на страницах своих воспоминаний. А в Нюрнберге это была такая, понимаешь, белоснежная овечка, которая ни в чем не была виновата. Хотя, если вот исходить из степени вины, вообще вот непосредственно человека, то того же Шпиера стоило повесить, ну, как минимум, перед генерал-фельдмаршалом Кейтель, и перед многими другими. Но, тем не менее, да, вот эта модель, она замечательным образом исполнилась. А в дальнейшем, так она вообще стала догмой. Сколько эсэсманов за совершенные военные преступления отсидели там кто полгода, кто год, кто два. А потом, да, на страницах воспоминаний они все вот это замечательным образом признали. Но поезд уже ушел, правда? И никаких претензий предъявлять было невозможно. Кстати, колоссальная ошибка советской власти, что вот это все спустили на тормоза. Дескать, вот главных военных преступников мы наказали, а эта Шушера, ну, в общем, там она свое получит. А в результате все это расцвело пышным светом. И многие же из них потом стали как минимум консультантами вермахта. Ну, то есть бундесвер уже такой вермахт. Так что это такая история, которую не стоило бы от себя далеко отпускать. Продолжение следует...